Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Пожар в скейт-парке – эксклюзивные подробности чрезвычайного происшествия. Под грифом «Секретно» выставка, посвященная нашему земляку, легендарному разведчику, открылась в Краевеческом музее. Поздравление от президента России. Сегодня 90-летний юбилей празднует Николай Алексеевич Пономарев. Строительство нового аэровокзального комплекса в Анапе набирает обороты. Объем инвестиций в проект – почти полтора миллиарда рублей. Новый терминал обещает быть не только современным и удобным, но и удивить своей архитектурой. Глава Анапы Сергей Сергеев побывал на месте производства работы и обсудил с руководителем Международного аэропорта Анапа Николаем Ратушным все технические вопросы. Международный аэропорт Анапа каждый год идет на рекорд, встречая на отдых и провожая с него все больше и больше пассажиров. Только в прошлом году их было свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. Старому терминалу все сложнее справляться. Новый строит компания «База Лаэра». Для главы Анапы презентацию проводит руководитель проекта ООО «База Лаэра» Евгений Пикулев. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 600 пассажиров в час. Архитектуре здания отвели не последнюю роль, добавляет директор аэропорта. Мы хотим именно уловить цимус самого города и аэропорта, чтобы пассажиры понимали, что не стандартный какой-то аэропорт, аэропорта не прилетели в Анапу. Вот хотим у нас уловить и сделать все. Своя земля. Да, своя земля. Но она, уже все, к мнению пришли акционеры, все, что она должна соотноситься с городом, с курортом нашим. Стройка начинается с инженерной инфраструктуры. Здесь построят новые коммуникации, очистные сооружения, водопровод. Песок возят из карьера Первомайский. Здесь проходят 4 трубопровода, сети связи, водопровод, канализация, водосток. После этого построили, трамбовывали. Глубина канализации 4,5 метра на данном участке. Это под новые объекты? Да, это уже под новый терминал. Полностью все засыпаем песком, чтобы пресечь просадки грунта, чтобы покрытие дорожным, в будущем, которое будет, чтобы не просел. 12 тысяч квадратных метров – площадь будущего аэровокзального комплекса. Размах виден уже сегодня. И объемы только металлоконструкции 810 тонн, но на фотографиях легкость и простор. Металлоконструкции облегченные, чтобы воздушность была предана всему этому. Ну и как бы все остальное конструктив – это стекло. Система охлаждения и отопления. Система охлаждения, система отопления. Здесь центральное отопление предусмотрено. Да, вот новая котельная, вот уже возвышается. Видите, уже 90% готовность. Значит, автономная система кондиционирования «Челера» стоит. Как бы все это фанкойло внутри по зданию, все это предусмотрено. Значит, свои тепловые узлы. Ну, как бы абсолютно полностью современные здания. Сегодняшний день? Сегодняшний день, абсолютно, абсолютно. Все пожарные нормы, все сейсмические нормы, все предусмотрено. 9 баллов заложено, правильно? Ну, у нас так и есть. Так что получается современное, хорошее здание, которое будет обеспечивать. Ну, удачи вам, давайте. Спасибо. Рука у меня легкая. Спасибо. Строительная площадка соседствует с никогда не прекращающим свою работу аэропортом. Поэтому, подчеркивает мэр Анапы, надо принять все меры, чтобы стройка не отразилась на комфорте прибывающих в наш город гостей. Ведь 9 рейсов и полторы тысячи пассажиров в час – серьезная нагрузка. Меры безопасности соблюдены, рассказывает Сергей Павлович. Николай Ратушный. На лето возьмут дополнительный персонал. С реализации проекта воздушные ворота Анапы приобретут современный облик. Авиарейс Якутск-Анапа с посадкой в Омске откроется этим летом. Полеты начнутся 19 июня. Совершать их будет авиакомпания «Якутия» еженедельно по воскресеньям до 11 сентября. Минимальный тариф экономического класса при раннем бронировании или покупке в одну сторону со всеми сборами составляет 21 330 рублей. Бизнес-класса – 40 830 рублей. Полеты по данному направлению будут выполняться на воздушном судне «Боинг-737-800», вмещающем 189 пассажиров. Летняя торговля на курорте. Администрации объявлен конкурс на размещение торговых и экскурсионных объектов «Высокий сезон». Примечательно, что количество участников снижено более чем в два раза. 122 объекта против прошлогодних 260. Организация законной сезонной торговли – тема важная. Работа на этом фронте идет уже сегодня под руководством заместителя главы Анапы Людмилы Терещенко. В стихийной рынке самовольное появление торговых точек и антисанитарии на прилегающей территории – эти факты должны быть исключением. Рабочая группа «На Горького» в районе Театральной площади. В администрацию обратились представители клуба мастеров прикладного искусства с просьбой выделить для их выставки и ярмарки постоянное место. Мы в городе организовываем выставки, поделок, изделий, ручной работы. Мы делаем пуклы, шьем скрабукинг, и декупажем, и мешок теди, поделки из ракушек. Это все наши анапские мастерицы-рокодельницы. 20 выставочных мест и только в выходные дни. К совету призвали общественников. Народные контролеры ставят справедливые условия, достойное оформление и обязательная уборка за собой. Позиция городских служб – дизайн-проект, санитария, порядок. Вам надо готовить дизайн-проект, и в этом дизайн-проекте учитывать, какие у вас будут вывески, какие будут бейджики, какие будут ценники, форменная фирменная одежда продавца. Все это в эскизном варианте прикладывать. Стал и урна, чтобы не было что-то купил, кто-то бросил. Чтобы все было аккуратно. Если будет чисто, аккуратно, давайте. Координатор деятельности органов ТОС Людмила Шмакова не зря говорит о чистоте. Некоторые объекты торговли в этом районе Горького – головная боль для активистов, призванных следить за порядком. Это у нас закусочная? Это закусочная, да. А туалеты есть? Есть туалеты, они лицензированные. Это один руководитель обжорка, и два у него торговых объекта, реализующих алкоголь. Хорошо, туалет для посетителей есть? Да никто их туда не пускает. Туалет для посетителей вот, под деревом. Осмотр заведения не оставляет сомнений. За чистотой здесь не следят. А вот зарабатывают, похоже, на всем. Туалет для посетителей платный. Плюс переполненная урна и грязный вход. Есть все причины пригласить на комиссию собственника закусочной. Меры убеждения могут быть разные. От штрафа до обращения в контролирующие ведомства. Транспортная полиция сегодня подвела итоги года. Под контролем Анапского линейного отдела за это время проследовало более трех тысяч поездов. Они перевезли около миллиона пассажиров. Причем более ста тысяч из них – дети. В этом году у полицейских работы прибавятся. Прогнозируется значительное увеличение числа отдыхающих. Основные задачи, которые сегодня ставятся перед сотрудниками – предупреждение и профилактика преступлений, а также усиление контроля. Безопасность пассажиров превыше всего. Сотрудники ГИБДД начали проверку городских такси. На что в первую очередь необходимо обращать внимание и что требовать от водителя, мы спросили у начальника отделения технического надзора ГИБДД по городу-курорту Анапа. На сегодняшний день проводится профилактическая операция такси на территории муниципального образования города-курорт Анапа. Цель и задача данной операции – это выявление пресечения административного правонарушения, совершаемых водителями легковых таксомоторов. Особое внимание будет уделяться оказанию качества услуг водителями легкового таксомотора, то есть это прохождение водителям предрессу медицинского осмотра, после рейса медицинского осмотра, транспортное средство, тоже прохождение предрессу технического контроля. Также внимание будет уделяться на легальность осуществления данного вида деятельности, потому что данный вид деятельности является лицензированным видом деятельности. Легальное такси вы можете сами увидеть, пожалуйста, это будет нанесено, автомобиль должен быть светлого цвета, значит на нем должна быть опознавательная светографическая схема, то есть шашечки, наверное, какие-то на дверях, на крыльях автомобиля, плюс опознавательный фонарь легкового такси оранжевого цвета. Сегодня Николаю Алексеевичу Пономареву, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 90 лет. В этот день ему от имени президента России Владимира Путина вручили поздравления представители ТОС. С днем рождения Николай Алексеевич пришли поздравить и ученики казачьих классов пятой школы. Мы обращаем внимание на всех ветеранах Великой Отечественной войны и толовиков фронта. По указанию президента Путина людей, которые 90-95 лет, мы должны пойти поздравить. С этой целью мы приобщаем молодежь. Сегодня это казачий класс. Они с охоты идут, они видят этих ветеранов, потому что как таковых их уже очень мало осталось. Мы заранее получаем эти письма, списки у меня как у координатора есть, как у помощника депутата. Все эти списки ветеранов и толовиков у нас есть. Экспозиция уникальных вещей и документов, которые принадлежали легендарному советскому разведчику-нелегалу Дмитрию Бастролетову, открылась в городском краеведческом музее. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых неординарных мастеров своего дела. Бастролетов знал более 20 языков, обладал неплохими артистическими данными, мог изменять свою внешность. Живя под легендой, получил высшее образование в нескольких европейских университетах, даже работал врачом за границей. В 1938 году был репрессирован из-за принадлежности к роду графов Толстых. Он приходится племянником, писателю Алексею Толстому. В середине 50-х разведчика реабилитировали. Он написал цикл художественных книг, а также сценарий, автобиографию, по которому был снят фильм «Человек в штатском». Среди вещей, выставленных в музее, оригинал наградного листа. Большая часть экспонатов предоставлена внуком чекиста. Одного из легендарных советских разведчиков многое связывает с Анапой. Детские годы он изначально проводил. Потом, когда уже начинается такое неспокойное время, 17-й год, он сюда приезжает вместе с матерью. Здесь заканчивает Анапскую гимназию, заканчивает мореходные классы. Здесь становится смотрителем Анапского маяка. Потом он просто моряком служил, ходил по Черному морю, то есть это Одесса, это Турция. В 20-е годы попадает за границу, поступает в колледж учиться христианской молодежи, и там попадает в поле зрения наших спецслужб. Поскольку он человеком был очень образованным, знал 20 языков, то есть склонность к языкам у него была достаточно большая, начинает работать в советском торг-предстве и потихонечку его вербует для работы. И к происшествиям. Сегодня в 11 утра в Анапе загорелся скейт-парк. В ликвидации участвовали 8 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины. Огонь был локализован через час. Пострадавших нет. Данное возгорание произошло уже в третий раз. Дело находится в отделе внутренних дел, то есть ведется следствие. По сегодняшнему факту, по записи видеокамер, было установлено, что данное возгорание было совершено несовершенными летними детьми в возрасте от 8 до 9 лет. Также данный материал будет передан в отдел внутренних дел для последующего введения дела по причине возгорания поджог. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева на объекте недавно установили видеонаблюдение. Это позволило оперативно найти виновников пожара. Сейчас же принято решение организовать круглосуточную охрану. На это уже предусмотрены средства из городского бюджета. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.